Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. В сегодняшнем видео мы продолжаем борьбу за бриллиантовым кольцом. На сцену выходит наш друг Хемант, чтобы оглашать номера, и надеюсь, он принесет нам удачу. Но если даже не нам, то хотя бы его жене. Но на третьей игре наш друг Хемант, он пошел на сцену объявлять номера. То есть сейчас он главный. Попробуй только нам не наговорить хороших номеров. Вот девушка полностью закончила третью игру, третий домик зачеркнула, и она, конечно же, получает большой приз. Ну, не бриллиантовое кольцо, это в конце будет, а 2000 рупий, это где-то 25 долларов. И еще какой-то подарок. Ну, а нам друг ничего не наговорил, ничего мы не выиграли. Академия. Академия. Назад, а затем, последний домик. Назад что-то, не покупала больше. Академия. 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 В 1884 и 1877. Воспринус из Карая. Это correctly клеймин Erсен. В Орссуре. Борек Берс. Герд, Диамонд Ре. Спонсор, Ачадь Ачадь Рай Зия. Вот счастливая обладательница бриллиантового кольца, ну еще деньги, денежная премия и еще какой-то подарок. Субтитры создавал DimaTorzok Самая счастливая обладательница из них троих, а также получит денежную премию, хотя и другие подарки мелкие, хотя я бы разделила вот, ну ей раз бриллиантовое кольцо, ну а деньги бы поделили сумму на троих, чтобы не обидно было. Оказывается, опять она выигрывала в предыдущей игре, тоже она там какой-то приз брала, но не такой большой, поэтому он и говорит, опять миссис Дас. Очень большое приближение на телефоне, поэтому нечистая такая идет съемка. А сейчас ведущий попросил подойти мужа тоже к ней, чтобы запечатлеть счастливые моменты их семьи. Все тут кричат на день и на палец кольцо, у вас будет сегодня как бы венчание, нет, не венчание, как у нас это называется, обручение. Сейчас в клубах уже поменьше программ стало, ну и может быть мы тоже сейчас не так часто ходим, а раньше здесь очень много было различных развлекательных мероприятий. Почему мы тут такие дружные, вот и в секторах, потому что это все работники завода, то есть как бы нет такого, когда бизнесмены, знаете, у кого-то большой бизнес, у кого-то маленький, уже они там друг с другом, можно так сказать, не разговаривают, ну а тут все как бы равны. За нашим столиком так никто и не выиграл, ну и мы в том числе. Ну а теперь, может быть еще единственный шанс остался, все наши карточки мы подписываем с нашим номером, а также фамилию и имя и отдаем организаторам. И потом вытаскивают 15 счастливых номеров и тогда мы может быть тоже какой-нибудь небольшой подарочек получим или деньги. Ну вот уже все расходятся, там объявляют, кто получает, ну пока по-моему и нас тут, в общем мы пошли, мы не стали дожидаться. Это вот эти матрасы, слышишь? Один был спонсор, который изготавляет матрасы и подушки. И вот нам как раз такой матрас нужен, я люблю спать на твердом, муж на мягком. И вот они и говорят, что есть такие матрасы, которые половину вот твердые, половину мягкие. Вот какая-то выставка. Это вот пастельное белье, видите, это все ручная работа, то есть рисовали специальными красками. Разрисовывали и некоторые там украшены кружевом. Я, кстати, по молодости, когда у нас ничего не было, когда переселились только в эту квартиру. Слава Богу, моя мудрая мамочка, когда отправляли нам контейнер с мебелью, всю посуду, все стекла, все это было тканью перемотано. Мама как знала, она говорит, тебе все пригодится. И такая однотонная, помню, ткань такая была у меня, я из нее пошила Сюзанне в комнату, покрывала стеганая, на нем разрисовала такие виноградинки, такие виноградные лозак. Ну, красивый у меня такой получилось. И даже шторы, на штору у меня осталась ткань, я сделала такие шторы и тоже все это разрисовала специальными фэбрик пентин тут называется. Боже мой, сколько же я переделала, я сама себе удивляюсь. Вот, вот это постельное белье стоимостью где-то от 25 долларов. Ну, а сейчас посмотрим, что же у нас за следующим столом. Ну, а за этим столом местные художники продают свои картины. Я тут. Наши друзья не стали задерживаться, убежали домой быстренько, потому что у них, представляете, сын прилетел из Ирландии. Он прилетел, по-моему, там в Дели или откуда, и с одним другом на машине, они приехали вот буквально недавно, буквально 20 минут назад, они приехали домой. Вот, он подъехал, и папа ему, вы не с ключей от дома. Двери мне не открывает муж, видите, какой не джентльмен. Что, мой муж не джентльмен? Дверь мне не открывает. Почему ты мне дверь не открываешь, а? У нас нету такого привития. Вот так, видите? Никак не можем выехать, все разъезжаются. Дверь мне не открывается. Вот и все, едем домой. Ничего мы не выиграли. Синий. Интересно. Смотрите, синий. Знаешь, сколько людей выигрывают? Мы никогда, наверное, не выиграли еще. Вот это вот. Ты его каждый день снимаешь. Гучи, Гучи, вот вы посмотрите на это чудо. Вы посмотрите на это чудо. Папа его гулять зовет, а он боится, не хочет. Сейчас уже начинают потихоньку стрелять, переодевали. Гучи. Гучи, давай, давай, иди, иди, иди гулять. Не ко мне, не ко мне, к папе иди, к папе. Папа вот идет с тобой. Вот, блядь, спрятался. Гучи. Зови его, зови, зови, зови. Зови вот этого, Мишку. Пошли гулять. Пошли, быстро. Быстро, быстро. Вот, посмотрите на эту морду. Ну, где вы видели такую собаку, которая не хочет идти гулять? Вот скажите, пожалуйста. Вот такой он у нас осторожный. Да, даже уши закрывает, чтобы ему ничего не слышно было и не видно было. Да, и глаза еще закрой. Гляньте, папа готов, ошейник взял, все, зовет его, а он ко мне уходит, прячется. Ну что, Гучуничка, делать тебе апелляцию или не делать тебе операцию, а, мой хороший мальчик? Что с тобой делать? Скажите, пожалуйста, что вы нам посоветуете? Что это у меня за шишка такая выросла? Сам не знаю, откуда она берется. Да, покажи, покажи еще раз. Не хочет показывать, прячет уже все. То он спал тогда, я его смогла вам сфотографировать, вернее, снять. Сюзанна сказала, мамочка, он у нас такой умненький, у него мозги не помещаются в голове. Вот они и вылазят в мешочек. Вот видите, какая шишечка. Врачи говорят, что может быть это ничего страшного, потому что это такая несколько минут операция, но боимся, что может быть не выдержать у него сердце, не может выдержать, ну, анестезию саму. Поэтому мы ее не хотим трогать, чтобы операция его не убила. Да, Гученька, Гучонечка, Гучонечка, ты мое золотое. Гучонечка, посмотри на нас. Откуда вот это берется у них? Всякие напасти. Ну, а так все нормально у него. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Не везет нам в карты, повезет в любви. Вернее, не везет нам в лото, повезет в любви. И это главное. Хотя обычно в группах на Китти Парти я часто выигрываю. А в клубе последние несколько лет мы приходим на праздники, на джекпот. И я выиграла только в самый первый раз. Новичкам везет, наверное. Ну, конечно, не главный приз. А главный приз, кстати, выиграла жена коллеги моего мужа. Ну, а я вам желаю здоровья, счастья и везения.